Я Наталья Самоленко. Сегодня речь пойдет об очень редком растении. Думаю, что многие из вас никогда не слышали о сибирском кипарисовике. Признаться, и я очень сильно удивилась, наткнувшись на один американский форум, где обсуждали это растение. Сибирский кипарисовик. Что это? И почему я никогда о нем не слышала? Обсуждение на форуме велось в очень интересном ключе. Один из американских садоводов рассказал удивительную историю, как в 20-е годы в СССР в одной из экспедиций было найдено редкое, доселе неизвестное растение. Но так как это был период сталинского террора, советские власти запретили ботаникам сообщать об этой находке. Разглашение о находке приравнивалось к государственной измене. И только спустя 50 лет, в период оттепели, мир смог познакомиться с сибирским кипарисовиком. М? Каково? Скажу честно, что читая это все, я очень живо себе представляла. И злых чекистов, берущих подписку о неразглашении. И военных, оцепляющих район с находкой. И благородных ботаников, пытающихся доказать, что мир должен узнать правду. Да много еще себе напредставляла и нафантазировала. Я все пыталась понять, что же это за сибирский кипарисовик. Что же в нем такого? Может, это ключ к вечной молодости? Или с помощью этого растения можно получить уникальное биологическое оружие? А может, можно накормить весь мир? Представляете, каково было мое удивление, когда сибирским кипарисовикам оказалось не что иное, как микробиота перекрестнопарная. И история открытия была такая, да не совсем. Начнем с того, что микробиоты действительно растет только в России. И больше нигде. Это эндемик, естественный ареал, которого занимает небольшой кусочек Дальнего Востока. Уже не совсем Сибирь, правда? И действительно, ее впервые нашли в 1921 году. Только сразу не смогли определить, что в руках новое, еще не описанное растение. Ученый, который его нашел, отнес его к ложно-казацким можжевельникам. Только несколько лет спустя Владимир Леонтьевич Комаров, перебирая гербарий, заподозрил ошибку. Он определил, что в руках у него не можжевельник, а растение по своему виду, похожее на плосковеточник восточный, который также называют биотой. Из-за небольшого размера растения он назвал ее микробиотой. То есть, маленькой биотой. Из всего вышесказанного верно только то, что мир узнал об этом растении действительно спустя 50 лет. Правда, кровавый режим здесь ни при чем. Задержка во времени произошла из-за того, что, во-первых, мы всегда были в некой изоляции, а во-вторых, особого внимания декоративным растениям никто тогда не уделял. Кто же мог подумать, что буквально за 50-70 лет микробиота станет очень популярной среди садоводов во всем мире. В Европе, Канаде, США она известна и популярна гораздо больше, чем у нас с вами. Этот вид даже удостоился премии королевского общества за особые заслуги в саду. А мы только-только открываем это растение в наших садах. Итак, кипарис сибирский или микробиота. Компактный вечно зеленый кустарник под 10 годам не превышающий 40 сантиметров в высоту, но очень быстро разрастающийся в ширину. Хвая мягкая, чем-то напоминающая туя. Я знаю начинающих садоводов, которые считают, что у них растет стелющаяся туя или даже гибрид туи-можжевельника. А это всего лишь микробиота. Она не очень требовательна к освещению. Ее устроит как солнечное, так и тенистое место. Замечено, что недостаток света не очень сказывается на ее декоративных качествах. Однако, расцветет она в полной мере только на солнечном участке. Никаких претензий к ее зимостойкости у меня нет. Микробиота зарекомендовала себя как зимое морозоустойчивое растение. Более того, она еще устойчива к весенним солнечным ожогам. Во многом этому способствует ее зимняя окраска. На зиму она становится бронзового цвета. Иногда окраска настолько сильная, что кажется даже фиолетовой. Единственное, всегда нужно учитывать, что микробиота, в отличие от можжевельников, предпочитает плодородные и влажные почвы. Она очень чувствительна к засухе и отзывчива на полив. На этом все. Подписывайтесь на канал и ждем вас в нашем садовом центре.